Саламу алейкум, дорогие братья-дагестанцы. Хочу рассказать пару слов по поводу событий в аэропорту. В первую очередь, хотел бы сказать главе Дагестана, Сергею Мелькову, что он плохо знает регион и людей, которыми он руководит. Дагестан 99% это мусульмане. Палестинцы это наши братья-мусульмане. Для нас не существует границ гражданин России, гражданин или не гражданин Израиля. Кто бы ни был, у нас нет границ. Мы мусульмане, мы братья и сестры. Аллах в Уране сказал, что верующие мусульмане братья между собой. И все, на этом точка. Их боль, наша боль. Убивают мы, которые там палестинцы, женщины, дети. Это значит убиваемые там дагестанцы для нас. И для нас нету мирных израильтян, которые возвращаются оттуда сюда. Для нас есть мирные евреи, которые в Дагестане жили, никуда не уехали, здесь остались, их никто не трогает. Никто им ничего не говорит за Израиль. Но те, которые уехали, граждане Израиля, там нету невиновных. Начиная с уборщицы в больнице и заканчивая президентом, все они преступники. Потому что они построили преступное государство на землях отнятых у мусульман, убитых мусульман. И продолжается это 75 лет. Поэтому для нас нету невиновных израильтян. Более того, они их убивают там, наших братьев и сестер едут к нам, прячутся от возмездия палестинцев. Как вообще? Что, нас вообще не считают за мусульман? Настолько же надо просто, получается, вообще нас считали вообще кем? Мы не Дагестанцы. Мы в первую очередь мусульмане. Не надо убивать наших детей, наших женщин, наших братьев и ехать к нам, сюда. Это плевок, это пощечина нам по лицу. Это значит, нас не считали мусульманами, не считают. Поэтому молодежь нам собралась ревностная. Именно в аэропорту. И неважно для нашей молодежи. Называют муфтият это джихадом или не джихадом, да хоть абракадабра. Ничего это не меняет для нас. Поэтому, что касается того, что произошло в аэропорту. Да, все было мирно, хорошо. Но потом пошло не так. Всегда бывают зачинщики, экстремисты, преступники. Сейчас все хотят всех наказать. Если есть определенный человек, который совершил уголовное преступление, мы ничего не говорим. Но все те, кто там были в аэропорту, вычислят их по именам. За то, что пришли, нанесли на мировые митры, применяют к ним санкции и так далее. Дорогие дагестанцы, в любом случае следователи, работники. Мы же дагестанцы. Мы все дагестанцы. Мы тоже болеете за палестинцев. Вы тоже переживаете за них. Те, кто соблюдают намаз, пост, они все делают за них дуа. Лаген смету. Это тоже наши братья, которые вот здесь совершили это. Так что помните об этом. Помните, что это наши сыновья, наши племянники, наши. А те, кто совершили уголовное дело, тут уже ничего не скажешь. Понятно там. Но за то, что пришел на митинг, все, кто там были, всех там под... Не нужно этого делать. Он тоже был в митинге в поддержку Палестины. Аль-хамду лилля. Там были работники, там были обычные люди. Все мирно, никто, все понимали, все, да, в митинге. Вместе стояли сотрудники, обычные люди, все хорошо, постояли, поговорили, пообщались. Мнение у всех было одинаково. Все переживали за палестинцев. Аль-хамду лилля. Хорошо. Ну, теперь, что касается нанесенного ущерба аэропорту. Если надо, мы сбор соберем. Если надо, мы чем можем помочь ему. Если надо, Сулейман Керимов, у нас не бедный человек, он очень много тратит на пути Аллаха, и на мечети, и на мадресе, и на паломников, хаджи и так далее. Если он ради Аллаха простит, это тоже хорошо. Это тоже ему зачтется. Дагестанцы этого не забудут. А, теперь пытаться там сломать молодежь. Мы там покажем, мы это устроим, мы это сделаем. Не надо этого делать, это религиозная, верующая молодежь. Многие из них очень достойные, смелые ребята. Вы что, хотите их сломать духом? Не, не получится. Вы хотите их в лес загнать? Только все это закончилось, вы хотите снова в лес молодежь загнать? Не надо этого делать. Не надо с горячей головы рубить. Надо очень взвешенно, грамотно делать молодежную политику в Тагестане. У нас молодежь разная. Если вы, Мелико, думаете, вот у которого у вас там администрация работает, молодежь, вся молодежь Тагестана такая нет. Это чиновники, они все одинаковые. В России, в Магистане, везде. Это чиновники, это не молодежь Тагестана. Она отличается от другого молодежи, который на улице. Вы ту молодежь, которая на улице, вы не сможете сделать из него таких чиновников, которые у вас там сидят. Вы сегодня там, они будут вам аплодировать. Завтра будет другое, они будут вам аплодировать. Это другие люди, а народ другой. Народ разный, и такой, и всякий. Разный народ есть. Но очень много молодежи, религиозной. И с ним нужно вести очень грамотную политику. Очень грамотную политику. Дай Аллах мира и процветания Тагестану. Дай Аллах победы мусульманам в Газе. Мы переживаем за них, мы делаем дуа за них. И каждый день делаем дуа за них. Это наши братья. Пусть Аллах накажет врагов мусульман. Пусть они потерпят поражение. Иншаллах. Пусть аллах.